Проект «Читай быстро» представляет главной из книги Патриарха и легенды Филиппа Коттлера «Основа маркетинга». 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и при наличии на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Маркетинг призван удовлетворять потребности. Именно так определяют работу с рынком для того, чтобы совершать обмен из цели удовлетворения человеческих нужд и потребностей. Цель маркетинга в том, чтобы потребитель был удовлетворен, а не в достижении предельного уровня потребления. Товар – это все, что удовлетворяет нужду и потребность. К нему можно отнести физические объекты, идеи, места, личности. Идеальный товар – тот, что удовлетворяет потребность полностью. Основные концепции маркетинга. Есть 8 концепций управления маркетингом, основанных на спросе. Он бывает отрицательным, отсутствующим, скрытым, падающим, нерегулярным, а также полноценным, чрезмерным и нерациональным. Факт номер 4. Маркетингом можно и нужно управлять. Для этого не упускайте ни единого шанса анализировать рыночные возможности, отбирать целевые рынки, на которых вы хотите работать, и разрабатывать комплекс мероприятий, основная цель которых – стимулирование спроса на ваши товары. Маркетинговые исследования помогают лучше разобраться в потребностях потребителей. Полученную информацию анализируют, используя совершенные методы работы с маркетинговыми данными. Перед тем, как проводить исследования, важно выявить проблему и согласовать цель. Выстраивайте маркетинговую среду. Сюда относятся силы, помогающие службе маркетинга фирму устанавливать связь с целевыми клиентами. Микросреда – то, что имеет отношение к фирме, поставщик, посредник, клиент, конкурент. Макросреда – бэби-бум, спад рождаемости, старение понаселения. Покупательская способность – дефицит сырья. Факт номер 7. Знаете, что влияет на принятие решений о покупке? Чаще всего покупатель принимает решения, потому что на него влияют факторы, которые деятель рынка не может контролировать. Например, повлияет культурный уклад современного общества и его достижения, место жительства, а также первичный коллектив. Отношение к раздражителю. Человек замечает раздражитель, который связан с теми потребностями, которые есть у него на сегодня. Привлечь его внимание легко, если этот раздражитель ожидаемый. Личное отношение к чему-либо. Почти ко всему на свете у человека есть отношения – религии, политики, одежды, еде или музыке. На основании этого человек любит или не любит объект, хочет к нему приблизиться или от него отдалиться. Фирме лучше встроиться в рамки, чем менять отношения. Десятый факт. Три этапа обслуживания рынка компанией. Развитие фирм в части маркетинга проходит через три этапа – массовый маркетинг, товарно-дифференцированный и целевой. Чем отличаются эти три этапа, читайте в нашем текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Подписывайтесь на канал, приналегайте на колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро». Поехали. 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 Продолжение следует...